Чем отличается суженый ряженый от кармического партнера? Часто люди думают, вступая в какие-то отношения, а по судьбе ли мне этот человек? Подарили ли мне его боги или это какой-то случайный Ваня-пассажир? Что касается суженого, я не верю в случайные встречи. Случайных встреч не бывает ни между друзьями, ни между родителями и детьми, ни тем более между людьми, которые вступают в настолько плотный энергетический взаимообмен, как любовная связь. Поэтому суженным можно с этой точки зрения назвать любого человека, с кем вы провели, может быть, ночку даже. Тем не менее, кармический партнер, вы его распознаете сразу. И это тот партнер, с которым на начальном этапе особенно больше всего геморроя. Вот если вы вступили в отношения, и эти отношения сладки, все хорошо, но постоянно вам приходится решать какие-то задачи, проходить какие-то уроки. Честно говоря, уроки души, которые мы проходим в нашем естественном развитии, проще всего проходить через любовные отношения. Поэтому силы, которые нас оберегают, как правило, выдают нам сложные взаимоотношения для того, чтобы укрепить нас в своей самости. Через кармического партнера мы обычно чему-то учимся. А любое обучение — это процесс неприятный. И мозг-то не любит учиться, и старается вас всячески извлечь из процесса обучения. Но и в целом это тяжело бывает. Но когда кармические взаимоотношения заканчиваются, когда человек выполнил все то, зачем он пришел в вашу жизнь, чему он пришел вас научить в вашей жизни. И вы оглядываетесь назад. Расставание — это, как правило, тоже тяжелое с этим человеком. Депрессуха, винишко с подружками, обсуждение, какой чудак на букву «М» попался, говнюк. Потом, оглядываясь назад спустя какое-то время, вы, если вы человек развивающийся, благодарите эти отношения, поскольку в них вы нашли себя. Вы из них вышли, как Афродита из пены морской, в укрепленном состоянии. Вы, блин, другая уже совсем или другой человек. Но вот для того, чтобы пройти этот урок, конечно, нужно уметь прощаться грамотно, чего большинство людей делать не умеют. Не любим мы выпускать из жадных своих ручонок других людей, даже если с ними отношения в реале уже капут, завершились. Человек, который предназначит вам по судьбе один-единственный, тот самый, истинный, а его не существует. Потому что судьба ваша с годами делает разные виражи. И сегодня по судьбе и по божественному слиянию для вас подойдет один человек, завтра подойдет другой человек. Как же крепкий брак, умереть в один день, Петр и Феврония, спросите, возможно, вы. Ну, потому что второй человек тоже развивается в отношениях с вами. И вот если вы попадаете в такой резонанс и начинаете развиваться вместе, то вот тогда вы можете стать божественными партнерами, которые работают один на развитие другого. И это взаимно. Обязательный критерий взаимность, потому что бывает такое, что человек развивается, а вас использует вас как тренажер, а вы рядом просто находитесь. Это неприемлемо. Даже не знаю, тема сложная, философская. Что вам сказать на прощание? Может быть, я ввела вас в какой-то депрессивный ступор, и вы думали, что тот самый ждет где-то за поворотом, а я вам говорю, что того самого нет, не существует. Посмотрите мой ролик про любовь, про то, чем любовь не является. И попробуйте проанализировать свои отношения с точки зрения вот этого сита. И если вы пройдете это сита, то значит, что с этим человеком можно работать, можно идти дальше рука об руку. Потому что любовь — это состояние, отношения. А отношения, любые отношения — это работа. И отношения, которые выпустили на самотек, неважно, суженный, тот самый, единственный, божественный любовник, кармический партнер, но они ни к чему хорошему не приведут. Иногда бывают полусовезения, и ты просто живешь в потоке, любишь кого-то, тебя кто-то любит. Но если ты не вкладываешь в этот труд, то ничем хорошим это не закончится. Но есть у меня и хорошая новость для вас. Любая боль, а особенно боль в любовное, остро переживаемое, которую ты проходишь вместе со своим партнером — это ключик к вашей внутренней силе. И по идее из любых отношений вы должны черпать свой магический посвятительный процесс. Отношения — это магия. Магия, в котором есть свои инициации, и вы их проходите вместе с другим человеком. Вы посвящаете его, он посвящает вас. Я желаю вам любви. Я желаю вам любви как состояния, даже ни на кого не направленной, потому что как только она появляется, тут же и все самые вкусные партнеры стекаются на ваш медок. И на прощание скажу, что посмотрите, пожалуйста, на активную ссылку под этим роликом. Там есть интересная дополнительная информация, которая вам пригодится. Почитайте. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал.